Дагестанские выпускники испытывают напрочь свои знания и нервы Сезон золотых фруктов Наша съемочная группа побывала в Нцукульском районе Дагестана чтобы увидеть, как собирают сочные абрикосы Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов Более 80% дагестанцев, по данным избиркома республики приняли участие в голосовании по поправкам Конституции России Такую информацию на брифинге в среду озвучил председатель избирательной комиссии Дагестана Магмед Дибиров Всего на территории Дагестана открылось 1915 участков для голосования Из них на 106 участках проголосовали досрочно А на одном отдаленном участке, на острове Чечень, 28 июня 1 июля на территории республики были открыты 1808 участков На этот раз порядок голосования и форма волеизъявления оказались для граждан очень удобными Каждый мог выбрать, когда и где ему проголосовать и каким образом отдать свой голос Магмед Дибиров отметил, что в избиркоме Дагестана мониторили все публикации в СМИ и социальных сетях чтобы быть в курсе любых проблемных вопросов, касающихся процедуры волеизъявления Сообщения о явных нарушениях, по его словам, не поступало Было особо отмечено, что при голосовании строго соблюдались все санитарные нормы Средства защиты, которые остались после этого дня направлены в Минобразование Дагестана для использования в ходе проведения ЕГЭ Каких-либо нарушений, которые могли поставить под сомнение процесс голосования или как-то повлиять на результаты, мы пока не видим Вместе с тем, это не означает, что там все идет идеально Есть, конечно, нюансы и с усталостью связано и, может быть, где-то с провокациями связано Но не хочу сейчас об этом говорить Но в целом могу сказать, что таких серьезных опасений пока мы не видим Для кизлярских медработников голосование провели прямо на территории больницы Медики сами выступили инициаторами проведения голосования в таком формате и члены участковых комиссий их поддержали Процедура голосования проходила точно так же, как и на участках Каждому выдавали средства индивидуальной защиты и соблюдалось дистанцирование Эта процедура проводится для удобства и комфорта наших участников голосования Чтобы сократить им время не приходить на участки для голосования А проголосовать по месту их нахождения, то есть в течение рабочего времени Конечно, нам устраивает такая форма голосования Потому что мы на рабочем месте и так же проголосуем Голосовали также и в районах Дагестана Так, жители Сергакалинского района принимали активное участие в процессе волеизъявления В основной день голосования в районе создали праздничную обстановку Входы в избирательные участки украшали российские флаги, звучала музыка Жители района, у большинства из которых был нерабочий день, пришли на свои участки Первыми отдали свой голос работники образования, культуры и госучреждений Как и во все предыдущие дни, на участках соблюдались меры безопасности Раздавались антисептики, разовые маски, перчатки и ручки Принял участие в голосовании по поправкам Конституции России и Муфти Дагестана Шейх Ахмад Афанди Свой выбор духовный лидер сделал в главном корпусе Дагестанского государственного университета Махачкале Что значит для верующего человека с точки зрения религии участие в жизни своей страны и в определении ее судьбы Мы все граждане России и нам не безразлична судьба нашей страны Поэтому если человек чуть-чуть беспокоится, переживает за свою страну Я думаю, голосовать это почти обязательно Обязывать людей я не могу Это у каждого человека свое право, но я бы так сказал Работники частных клиник в Дагестане получат выплаты за борьбу с COVID-19 Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики Деньги выделят из регионального бюджета На данный момент, по информации министра здравоохранения В республике проводится обратное перепрофилирование медучреждений В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом По его словам, максимальное количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 в регионе Составляло более 9 тысяч А теперь их осталось свыше 3 тысяч Причем больше 2 тысяч из них свободны Также существенно снизилось число пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии Пандемия перевела в дистанционный формат многие сферы деятельности Не обошло стороной это явление и саму медицину Совсем недавно завершилась серия телемостов между врачами из Москвы и региональными специалистами Организованная Фондом развития науки и инноваций Во время пика эпидемии дагестанские врачи могли напрямую обратиться за консультацией По поводу лечения больных с COVID-19 К консилиуму высококвалифицированных врачей и профессоров медицинского центра МГУ Итогами дистанционных консилиумов с региональными врачами Поделились титулованные московские специалисты Сюжет Хадиджи Курбановой Это был первый, но не последний телемост между дагестанскими и московскими врачами Два месяца назад медики начали практиковать дистанционные консилиумы С большой надеждой на улучшение ситуации Сегодня обстановка на фронте борьбы с вирусом действительно ощутимо стабилизировалась И врачебный обмен опытом – один из поспособствовавших этому факторов Такого мнения придерживаются и профессоры федерального центра Я оцениваю очень высоко наших коллег в Дагестане Но вместе с тем им нужна была помощь Та помощь, которая ковалась и в нашем центре буквально каждый день И поэтому, знаете, говорят, что умные люди учатся на чужих ошибках И поэтому, чтобы не допускать их, конечно, надо было очень быстро передавать опыт в регионы И я считаю, что даже не надо было туда ездить А надо было просто дать возможность Такими вот дистанционными телемостами обсуждать пациентов И вот что меня удивило, это фантастическая подготовка совершенно докторов из Дагестана С которыми мы разговаривали на абсолютно одном языке Но если говорить про Дагестан, это, в общем, Северный Кавказ Мы имели такие же контакты с коллегами в Чечне, в Северной Осетии Это совершенно потрясающие люди Я не говорю про их самоотверженность и чувство долга и так далее Но именно по уровню медицинской подготовки Это замечательные доктора, которые прекрасно знают, что делать Разбор томографических снимков пациентов, обсуждение истории их болезней И корректировка схем лечения тяжелых больных Все это активно происходило в онлайн-формате Ежедневно по два раза в день врачи совещались буквально по каждому больному Че состояние вызывало опасения Вопросов возникало много Болезнь новая и не исследована в полной мере Поэтому стратегия лечения формировалась буквально на ходу, исходя из опыта Безусловно, все это создавало определенные трудности, признаются врачи Одно из направлений это противовоспалительная терапия Второе направление принципиальное Почти сразу стало понятно, но на это не обращали внимания Что вирус приводит к выраженному повреждению сосудистого русла И увеличению активации свертывающей системы крови Поэтому все пациенты, которые поступали к нам в центр Вне зависимости от тяжести состояния К нам легкие не поступали, но были более тяжелые, были менее тяжелые, были совсем тяжелые Но неважно, все пациенты получали антикоагулятную терапию То есть препараты, которые очень сильно разжижают кровь И это сейчас понятно, что они должны применяться у всех пациентов Но мы это начали еще тогда, когда в Германии, в Соединенных Штатах, в Италии Их применяли у 15-18, максимум 20% людей И третья терапия, это терапия, которая направлена на снижение фибротического процесса в легочной ткани Схемы лечения совершенствуются и дорабатываются по сей день И чтобы оценить эффективность врачебной тактики и ее результативность, понадобится время Однако уже сегодня многих тревожит одна только мысль о приходе второй волны заболеваемости Выработался ли коллективный иммунитет у жителей Дагестана И насколько сильно защищены те, кто все-таки перенес болезнь Эти вопросы волнуют сейчас многих Но иммунитет, как говорят специалисты, несмотря ни на какие прогнозы, уже сейчас стоит укрепить Здесь, я думаю, как и другая инфекция, этот вирус мутировал и неоднократно И какой он будет через какое-то время, как он к нам вернется Потому что, если говорить о коронавирусной инфекции, она существует очень давно И она имела разные свои проявления Но я не думаю, что сегодня нам необходимо говорить об этом как о чем-то таком страшном, опасном Потому что любая паника, с моей точки зрения, она намного хуже влияет на иммунитет, чем сам вирус, который попадает в него Вся наша, наверное, медицина в целом, она должна перестроиться и стать действительно профилактической, превентивной медициной Когда мы заботимся о здоровье здорового человека, создавая предпосылки, которые позволяют не заболеть Врачи и ученые всего мира сегодня заняты разработкой лекарства от нашумевшего заболевания, напугавшего весь мир Пока остается только гадать, как поведет себя этот вирус Но в одном уже сейчас можно быть уверенными точно С помощью современных технологий ученые с мировым именем смогут поделиться опытом с врачами нашей республики в любой момент Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала 3 июля сотрудники госавтоинспекции в нашей стране отмечали свой профессиональный праздник ГАИ было образовано 84 года назад В Махачкале прошло торжественное собрание по этому поводу В управлении ГИБДД, отличившихся сотрудников полиции, наградили памятными медалями, а некоторым из них присвоили очередные звания За все то, что вы вкладываете в эту службу, вкладываете ее не только для себя, для своих родных и близких, а в принципе для тех, кого вы даже не знаете Но тем не менее, каждый день заботитесь об этих людях, останавливая их на проезжих частях, на тротуарах, на пешеходных переходах И делая им замечания, привлекая их к ответственности В этот момент вы заботитесь об этих людях, о гражданах России и жителях Республики Дагеста Еще раз огромное, огромное вам спасибо В знак дружбы и признательности за сотрудничество, благодарственные письма также вручили представителям общественных организаций, Муфтияту и республиканским СМИ В их числе и наш телеканал Награду вручили генеральному директору ННТ, Султану Трамову После этого полицейские возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей На дорогах Дагестана за последние полгода в аварии попали более тысячи машин, погибли сотни людей, в том числе дети К решению проблемы высокой аварийности подключились не только сотрудники ГИБДД и общественные организации, но и коммерческие компании Подробнее Хамзанур Магомедов Жажда скорости, самоуверенность или спешка? Какое может быть оправдание тому, что в итоге приводит к гибели людей? Только за последние 10 дней на дорогах республики погибли более 11 человек, трое из которых дети Все трое детей находились на проезжей части дороги без сопровождения родителей, без сопровождения взрослых Поэтому еще раз хотелось бы обратиться ко всем жителям республики, чтобы строго планировали маршрут ребенка, досуг ребенка Дорога – это не место для игр Однако в игры на дорогах играют не только дети, но и взрослые Выезжая на полосу встречного движения, неумело и резко маневрируя машиной, водители нередко создают опасные для жизни ситуации Духовенство республики призывает благоразумие всех автолюбителей Не зря говорят, что эти правила писаны кровью пострадавших на дорогах Поэтому ислам запрещает наносить хоть какой-либо вред окружающим людям Не говоря уже о кровопролитии и убийстве человека К проблеме подключились и коммерческие организации Так представители магазина «Легкие коляски» развесили в Махачкале около 30 рекламных плакатов Баннеры напоминают верующим об ответственности за содеянное Даже на нашем квартале рядом с магазином через день, иногда даже каждый день случаются аварии Плюс то, что после карантина молодежь заряженная, уставшая сидеть дома, выезжала и гоняла по городу Мы это часто замечали Оттуда возникла мысль развесить по городу щиты и постараться донести до каждого человека Что обязанностью мусульманина является соблюдение правил дорожного движения Призывы соблюдать правила дорожного движения имеют только одну цель – сохранить жизни людей Каждый участник дорожного движения имеет право на жизнь Самоуверенность и надменность приводят к гибели ни в чем не повинных людей Если водитель или пешеход готов рисковать своей жизнью, то неужели не стоит подумать о жизни других людей? Хамзан Нурмагомедов, Салмаги Тихмаев, телеканал ННТ, Махачкала И печальная новость В пятницу после продолжительной болезни скончался известный дагестанский тренер Абдулманаб Нурмагомедов Отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было всего 57 лет Напомним, что он попал в больницу еще 25 апреля Тогда у наставника чемпионов диагностировали пневмонию Позже заслуженный тренер России перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому Абдулманаб Нурмагомедов за свою карьеру воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо За этот рекордный показатель он даже был включен в книгу рекордов России Также он тренировал своего сына Хабиба, который является первым обладателем пояса UFC в России И многих других титулованных бойцов На неделе 65 медучреждений Дагестана наконец-то получили помощь из Турции В республике началось распределение большого гуманитарного груза Направленного Турецкой Республикой на борьбу с коронавирусной инфекцией Напомним, что медпомощь была направлена по линии Турецкого общества Красного полумесяца еще в мае В Дагестан груз отправился после обращения уважаемых деятелей Кавказской диаспоры к властям Турции В больницы поступит около 90 тысяч защитных масок 20 тысяч медицинских костюмов 4 тысячи защитных очков и дезинфицирующие средства Грузовик, заполненный медикаментами и средствами индивидуальной защиты Выехал из Анкары и прибыл в республику больше месяца назад Но получатели гуманитарной помощи столкнулись с некоторыми трудностями на таможне При оформлении спасительного груза Только 18 июня мы получили разрешение с Министерства здравоохранения Российской Федерации После чего мы в пятницу прошлую получили груз с дагестанской таможни Нам он необходим Пандемия снизилась, значит, скажем так Такой наплыв, но она не исчезла И сегодня в Казахстане, в Америке, в других странах идет обратное ужесточение Поэтому сказать о том, что не к месту, это невозможно Наоборот, мы должны только за это благодарить Распределение прошло с участием представителей общественных организаций Отметив прозрачность процедуры, общественники и врачи выразили благодарность всем причастным к отправке груза Хотя, конечно, хоть печальные случаи, хоть печальные события Но тем самым мы уже лишний раз доказали, что мы одни, что наши народы одни В тяжелую минуту друг другу оказываем помощь Огромное спасибо и благодарность от нашего общества И мы предбудем сотрудничать и предбудем друг другу помогать Огромное спасибо Не поздно поступило это все Мы еще не знаем дальше, что ждет Дай Аллах, чтобы все было все хорошо Лучше поздно, чем никогда Это все нам пригодится Мы помним, как мы нуждались и в масках, и во всех этих дезинфицирующих даже средствах А сегодня мы уверенно можем и бороться, и идти дальше с этой болезнью Дай Бог, чтобы она миновала нас Спасибо всем, кто оказывает помощь на сегодня больным с ковидом Спасибо за все всем республикам и странам, которые нам оказывают такую помощь Помощь, которой мы нуждались, мы нуждаемся и нам это очень сегодня нужно Автопарк автобусов-метанов снова на грани исчезновения На этот раз сотрудники предприятия жалуются на действия руководства По их словам, дирекция делает все, чтобы не допустить их к работе Сокращают коллектив, урезают зарплату и вынуждают подписывать трудовой договор, где отсутствуют гарантии прав работников Матимат Ханапова разбирал ситуацию Нас никто не слышит Путину я писал, Сулеймана Керима я писал Генеральный прокурор я написал Два раза Васильеву написал Трудовую инспекцию написал Водители автобусов-метанов вот уже больше года пытаются добиться справедливости Но пока им это не совсем удается По словам сотрудников, из-за коррупционных действий экс-руководителя теперь страдает весь коллектив Предприятие задолжало государству по налогам более 200 миллионов рублей Около месяца назад работники выступали с обращением, призывая помочь спасти народный транспорт Тогда представители республиканских властей обещали найти варианты для возобновления работы предприятия и финансового оздоровления Однако решение так и не было найдено Нам сказали, что нас примут на тех же условиях на работу Обманули Сейчас нам предлагают на рабских условиях здесь работать То есть заставляют под угрозу заново уволить приказ с испытательным сроком на 3 месяца до 4 сентября И срочный трудовой договор до 4 сентября Это означает 4 сентября мы должны все уходить с этого предприятия Так называемые автобусы метаны были закуплены в 2015 году за бюджетные деньги Это был единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и внутри города всего за 15 рублей Говорит так, нравится работайте, не нравится, уходите Нам он дает вместо тех договоров, другой договор подсоединяем, что им подписали А там написан испытательный срок 2 месяца до сентября якобы И зарплату тоже урезали нам в 40% Но проблемы, возникшие у автопредприятия, из-за неэффективного управления поставили его на грань закрытия Вместе с тем, государственные структуры, по словам сотрудников, подключиться к решению вопроса не захотели или не смогли Водители уверены, что автопарк, а вместе с ним и рабочие места удастся сохранить, но только если власти обратят адресное внимание на проблему Так считает и президент фонда имама Шамиля, который от имени общественных организаций взялся поддержать работников транспорта Я нахожу решение этой проблемы очень просто Просто руководство республики в лице Васильева и руководитель города Махачкалы Дадедаев Салман должен лицом повернуться горожанам Все, там больше ничего нету Я уже озвучил 207 миллионов, чтобы сохранить вот такое крупное предприятие, что такое для республики Дагестан А для этого надо найти деньги, сохранить маршрут, создать все условия, зарплату рабочим сделать нормальным, дотации сюда выделять Все это в других городах Российской Федерации делается Отметим, что на сегодняшний день это один из самых дешевых тарифов за проезд В основном данный маршрут востребован у льготников и других незащищенных категорий населения По словам водителя, именно поэтому власти должны быть особенно заинтересованы в сохранении автопарка Являющегося, по сути, социально ориентированным Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарсов, новости ННТ, Махачкала Место, где сосредоточены десятки ремесленных мастерских, которые пользуются заслуженной популярностью махачкалинцев Признанно опасным Хорошо известный горожанам дом быта приостановил свою деятельность Без работы остались около двух сотен человек Какие проблемы заставляют закрыть доступ в здание и какова судьба его работников, узнавал Азумруд Гамидов Бизнес Тофи Камамедова раскроился на до и после В столичном доме быта мужчина работал закройщиком с 88-го года Но сегодня он и еще сотни его коллег не могут попасть на рабочее место Самое известное в столице республики ремесленное здание закрывают Официальная причина – нарушение норм пожарной безопасности Кроме наличия технических проблем, визуально заметно, что здание попросту банально обветшало А ведь оно находится в самом центре Махачкалы Но работники уверены, что дом быта просто заинтересовал кого-то как источник прибыли Здесь идет такая позиция – приватизировать дом быта Забрать его в свои руки Им разницы нету, по какому поводу Сегодня у них пожарная, завтра у них будет наводнение Они найдут любой повод, чтобы забрать у нас дом быта Это фундамент поставлен, этого дом быта, для народа Не для чайханы, не для ресторана, не для магазина Понимаете? И исходя из этого, этот дом быта построили Чтобы работали люди для народа А сейчас хотят у нас его отобрать Дом быта – это единственное в городе место, где можно в полном объеме получить весь комплекс бытовых услуг Отремонтировать обувь, почистить или покрасить одежду, починить все, что сломалось Большинство этих людей начали работать еще на заре эпохи коммерции С начала лихих девностых они трудились, то зарабатывая себе на жизнь Одни ремонтируют обувь, другие – бытовую технику Кто-то содержит небольшое ателье Однако теперь все предприниматели остались без средств существования Мы на это здание, теперь должны 300 человек лежать на улице, голодать Так что не бывает, как можно столько людей заставить нервничать Люди в возрасте, мы еще не один год, не два года работаем, по 30 лет работаем Все почти пенсионный возраст Как можно так людьми издеваться? Где правительство? Почему мы не должны стали никому? Ну, продлили нам пенсионный возраст Ну, хорошо, продлили А как нам работать? Объясните, пожалуйста У нас такое ощущение, что нас взяли и выкинули на улицу Мы понять не можем эту ситуацию Ювелиры и портные, сапожники и часовщики – все они сейчас боятся одного Что вместе с закрытием дома быта они потеряют работу и стабильный заработок Мы хотим, чтобы это здание открыли, чтобы навели здесь порядок Чтобы администрация города наконец-таки забрала это здание себе Без всяких посредников, чтобы мы работали между нами и администрацией Чтобы мы платили, как раньше это было, напрямую в комитет по управлению имуществу аренду Чтобы город повернулся лицом к этому крупнейшему социально-бытовому объекту республики И чтобы люди сохранили свои рабочие места Нет такого человека, который не платит И вот говорят, что пожарная система, пожарная система нарушена Вопрос прокуратуры администрации города А где деньги, которые мы вкладываем сюда, даем? Помогите, пожалуйста, нам, разберитесь Сейчас здание опечатано Суд решил приостановить деятельность комплекса Торговля и оказание услуг людям Все это, по данным контролирующих органов, проходило в ненадлежащих условиях с грубыми нарушениями По их мнению, работники и посетители были в опасности Ведь здесь нет даже пожарной сигнализации А ремонт не проводился еще с советских времен Так объясняет закрытие здания и управляющий ООО Робинац Резван Кадыров Эксплуатировать здание небезопасно, говорит он По его словам, в любой момент может возникнуть пожар, который способен привести к людским жертвам Изношено, вообще здание изношено на более чем на 70% Мы сделали экспертизу независимую Там, начиная от пожарной системы, заканчивая всеми вот этими коммуникациями Они все изношены Вообще, как бы, все, и крыша, и все изношено Мы готовы заняться развитием У нас есть и средства, как бы, готовы вложить в развитие этого дома быта Если будет понимание, как бы, с администрацией У нас на рассмотрении, как бы, проект развития этого дома быта Реконструкции имеется в виду И приведение в полный порядок Управляющий компанией Робинац уверяет, что после проведения ремонтных работ Люди смогут вернуться на свои рабочие места Мы, наша позиция у Робинац такая, что после того, если мы у Робинац будем Это здание дома бытовых услуг будем приводить в порядок Мы готовы им предоставить помещение и сдавать им варианты Это подтверждают и в администрации города Проверка показала, здание находится в аварийном состоянии И действительно представляет реальную угрозу для людей Следует отметить, что эти меры направлены на сохранение жизни граждан Поскольку, ну, данное строение не отвечает требованиям В случае устранения этих нарушений, они могут вернуться на свои рабочие места? Да, конечно, конечно, смогут Если хотя бы большую часть нарушений, которые вот прям, ну, действительно необходимо сделать Будут устранены, ну, конечно же, они смогут приступить Ну, несмотря на это, сегодня люди, проработавшие здесь более 30 лет, доведены до отчаяния Девочки, единственный выход, бензин, колонку взят большой, на площадь, самосложение взят На правительство мы никому не нужны Это противостояние длится уже несколько лет Заложниками ситуации стали простые люди У которых нет никакого другого бизнеса, кроме умения делать что-то своими руками Пока не ясны сроки ремонта Как и не определена дальнейшая судьба здания после реконструкции Все это будет решаться поэтапно В Дагестане стартовал первый этап проведения ЕГЭ 11 тысяч выпускников школ сдают экзамен в рамках основного периода Часть из них уже прошла тестирование по географии, литературе и информатике Мои коллеги следили за ходом сдачи экзамена в условиях пандемии Термометрия и обработка антисептиком В этом году без этих маленьких, но очень важных процедур на сдачу экзамена не попасть Вход в школу строго по одному и с сохранением дистанции ребятам Это пока дается с трудом, но строгий контроль за соблюдением всех норм обеспечивает Рособорнадзор Это не единственные новые правила сдачи в этом году в числе прочих И то, что обязательные предметы не сдают выпускники, не поступающие в ВУЗ Аттестаты выдавали всем по результатам итоговых оценок В этом году экзамен проводится в несколько высеченном формате Вы знаете, что его сдают только те ребята, которые поступают в высшие учебные заведения А остальные у нас, кстати, предполагалось больше, почти 3000 человек Из 14000 у нас отказались от проведения ЕГЭ И мы заново составляли базу информации Сегодня экзамены в Дагестане сдают свыше 1000 человек Это география, информатика и литература Абсолютный лидер по числу тестируемых среди всех предметов – информатика Многие из ребят выбирают сегодня профессию программиста А потому и остановили свой выбор на этом предмете Мне нравится математика и также мне интересна информатика Поэтому я решила стать программистом математика Это профессия будущего и настоящего И это одна из самых востребованных профессий на данный момент Потому что сейчас все переходит в информационную сферу, технологии новые Но оба фактора вместе сложились Это и перспективно, и высокооплачиваемо И к тому же у меня есть к этому предрасположенность И поэтому я выбрал это направление Как проявляется предрасположенность? Ну, у меня оно легко дается, мне это нравится, интересно Но есть и те, кто выбрал творчество, сдающих литературу Сегодня немного, в их числе Алия Алиева В планах у девушки поступить в московский ВГИК И освоить профессию художника-мультипликатора Как бы изначально, можно сказать, творческая личность Поэтому эта направленность больше мне подходит Я планировала стать мультипликатором Так как, ну, мне импонирует эта профессия Вообще я рисовала с детства И решила пойти по этой дорожке Насколько ощущаешь себя подготовленной сегодня? Ну, лично для меня главное, чтобы хорошее произведение попалось В республике организовано 67 пунктов проведения экзамена На которых в основной период будут сдавать около 11 тысяч выпускников школ Основной период ЕГЭ 2020 года завершится 25 июля Участники, пропустившие его по уважительной причине Смогут сдать ЕГЭ в резервные дни 150 мешков мусора собрали на берегу Каспийского моря Акция прошла на пляже рядом с Аллеей Героев Медиков в Махачкале В субботнике участвовали около 100 человек Это сотрудники Духовного центра имени Пророка Исы, мир ему Школьники, спортсмены, работники общественных и коммерческих организаций Я хочу выразить благодарность всем ребятам, всем людям, которые пришли Нашим волонтерам, спасибо вам огромное Что вот эта наша капелька, которую мы сейчас уберем берег Чтобы это превратилось в огромный океан вот таких благих дел Спасибо вам большое В Дагестане в регби играют не только люди Кавказские туры также не против порезвиться с мячом В Цумадинском районе парнокопытная осваивает командный вид спорта Вместе со сборной Дагестана Животное вместе с регбистами тренируется высоко в горах, в ауле Хуштада Где созданы прекрасные условия для спортсменов И, как оказалось, также и для таких благородных животных, как горный тур Которое занесено в Красную книгу, как редкий вид Абрикос для дагестанцев больше, чем просто фрукт Это основа благосостояния многих селян Фрукт сушат, из него делают варенье, компот и еще одно вкусное лакомство Урбеч из абрикосовых косточек По мнению ученых, абрикосы благотворно влияют на работу сердца И по праву считаются символом долголетия Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Анцукульском районе Дагестана И узнала, как проходит сбор чудесных фруктов Этими солнечными лакомствами украшены все деревья На верхушке находятся самые сладкие абрикосы Это те, что находятся ближе к солнцу Процесс сбора урожая достаточно трудоемкий Приходится вот так залезть на дерево Либо использовать лестницу для того, чтобы добраться до самых высоких веток Эти сады солнечными фруктами передаются тут по наследству Местные садоводы продолжали из поколения в поколение Ухаживать за садами, продавать абрикосы и на это жить Ведь для жителей села это чуть ли не единственный источник доходов Так, например, у бывшего инженера Расула свой абрикосовый рай на окраине села Майдановское С красивым панорамным видом Основной вид деятельности в нашем регионе – это садоводство Других источников пополнения семейного бюджета здесь попросту нет Природа подарила тебе вот такую прекрасную удовольствие Природа сама А эти деревья абрикосы, вы думаете, что растут где попало, что ли? У почетного садовода абрикосовый сад на гектар земли За сезон с этих садов можно получить не меньше 15 тонн урожая По его словам, самому справляться было тяжело А такие владения требуют особого ухода из года в год За неимением дополнительной помощи инженеру-садоводу Пришла идея соорудить собственный трактор для горных районов Работа сама по себе, вы сами можете представить Это нелегкая работа, это очень тяжелая работа Практически невозможно было здесь вручную исправиться одному У меня помощи совсем не было Пришла идея как-то механизировать все это Потому что трудно было все физически, вручную выполнять Он отличный помощник по саду На таком чудо-агрегате можно пахать, опрыскивать деревья Даже собирать урожай, поднявшись на лестницу А еще перевозить за раз до шести ящиков абрикосов На таком самодельном тракторе можно проделать немало работы по саду Детали тут разные Мотор от бетонной мешалки Коробка передачи зиловская Колеса и вовсе от разных машин Самые популярные сорта абрикосов в Унсукульском районе Это шалах и краснощеки В среднем одно дерево может дать до 500 килограмм плодов за сезон Несмотря на весенние заморозки Майданские садоводы планируют собрать до 1000 тонн абрикосов Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ И это главное, чем запомнилась нам эта неделя До встречи в следующее воскресенье Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин